всем привет ребятушки с вами собер и с нами space engineers которые встречают нас на пвп сервере небова тарантова мы по-прежнему находимся на стартовой на новичковой планете которая все таки является зоной пв но мы все ближе и ближе к тому чтобы покинуть ее напомню что видосики вы можете смотреть на ютюбе на rutube в дзене и ввк у нас есть бусти впишавшись на которой вы можете смотреть прямые стримы ну и давайте заодно скажем спасибо нашим бустером благодаря которым вы сможете смотреть вот эти видосики ребятушки переходите на пусть и обязательно подписывайтесь там есть бесплатная подписочка благодаря чему вы сможете смотреть все эти видосы на сутки раньше это как минимум ну или на 10 суток раньше если вы мои бустеры опять-таки не забываем что есть еще и прямой эфир так давайте судя потому что вы видите что я нахожусь вот в такой кабине белки можно сделать выводы что я либо построил ее заново либо что-то произошло ребята что-то произошло на самом деле спустя где-то трое суток наверно после того как была предыдущая серия вы все видели как она закончилась тем что сервер завис я там в течение минут 40 45 ждал когда вы развиснет писал админом в чатике в разные там пинговал их ничего не произошло сервера разве с больше чем через час это я потом по логам увидел в игру я не заходил наверное где-то двое суток не было возможности без записи вдруг захотелось зайти просто для того чтобы ну проварить grid коры посмотреть какие рейты может быть что-то за кадром покопать там ну в общем заняться такой рутиной и каково же было мое удивление ребята когда я очнулся летя вот в этом корабле в белке причем я не летел корабль был примерно там же где завис сервер и он был за фризе ный не в статике а просто за фризе ный остановлены я тут же начал падать вертикально вниз лага высота у нас была там порядка 3000 все-таки были крылья отдал движками вперед ну и спокойно в общем долетел до базы так или иначе сел пристыковался ну и понял что пока наверное не буду строить так сказать измененный вариант немножечко доработал здесь потому что были вещи которые мне не понравились доработка включалась в том что я поставил два event модуля вот один выключенный и вот 2 включенный вот этот event модуль у нас настроен и он настроен на события когда мы вот коннекчиваем ся вот здесь вот на коннектор ну и собственно от коннекчиваемся от него а давайте я вам покажу что он делает это надо будет более правильно потому что ну хорошая штука рекомендую всем ими пользоваться вот тут который отключен просто отключен который включен давайте на него посмотрим значит а он взаимодействует на этот коннектор то есть вы просто добавляете блок коннектор сюда ну и дальше в select action вы указываете что он делает тут у вас есть аж 9 закладок то есть 9 разных компонентов и соответственно есть режим когда он приконнектился и режим когда он от коннектился что надо делать мы пошли собственно значит когда он приконнектился я закрываю воздушные тормоза потому что вы бы все прекрасно знаете когда приземляетесь вы тормозите там потом серена коннектора когда с него слезли вы забыли эти пройти тормоза вообще они у вас и пытаетесь взлетать они у вас тормозят поэтому чтобы этого не было они у меня не видны так вот они спрятаны там внутри поэтому я их закрываю как только я приконнектился дальше на второй закладочки у меня керосиновый танк переводится в режим стоки пай то есть наполнение ну и когда я соединяюсь его соответственно в обратную сторону переводится на следующей закладочки то же самое я делаю с баком водорода с маленькими баками детектор я выключаю когда я на коннекторе ну зачем он мне на коннекторе правильно когда слезая с коннектор на всякий случай включая то же самое делаю с антенны то же самое я делаю с гироскопами сначала я этого делать не хотел но потом подумал что если перистык перестыкован где-то в космосе какому-то кораблю и у меня будут включены гироскопы они будут мешать К какому-то там второму другому кораблю Куда пристыкован этот маленький Собственно крутиться, вертеться и тому подобное Поэтому я на коннекторе гироскопы отключаю Так, это было, это было А, ховеры Ховеры, соответственно, я отключаю на коннекторе И как только коннектор отсоединяется Ховеры включаются Я проверил, это работает Он успевает себя подхватить А никаких вопросов, собственно, нет Ну и, в общем-то, это все Да Очень удобный блок Мне он очень нравится Всем рекомендую Им, так сказать, пользоваться А вторая вещь, которую писали мне мои бустеры Поставь скрип, который регулирует тягу на керосин Тем самым при взлете позволяет экономить Ребята, на этом сервере это не нужно Потому что здесь кокпит, он очень прошаренный Давайте я вот следующую просто пустую закладку открою Мы с вами возьмем кокпит Который вот он И просто посмотрим, что тут у него есть Да, у него есть дофига чего И, в частности, если мы возьмем круиз Контроль Да, включение-выключение Если вы помните, на вертолете я летаю Я его просто включаю-выключаю Еще у меня там задана скорость в настройках кокпита Которую надо поддерживать То есть он разгоняется до 255 И дальше он ее просто держит А здесь есть такая штука у круиза Как поддерживать оптимальную скорость Эта скорость чуть-чуть ниже, чем официально как бы разрешенная без дополнительных потерь на данной высоте То есть как бы ставите вот эти две кнопочки Круиз контроль и поддержание оптимальной скорости И все И, ребят, по красоте Ну, то есть как бы вы можете посмотреть Что, например, вот на той высоте на коннекторе, где я сейчас сижу Где вот индикатор скорости Написано 80-200 То есть 80 это как раз оптимальная скорость Которую он будет стараться поддерживать На разной высоте она, собственно, разная Если вы превышаете эту скорость То ваши движки работают неэффективно Поэтому дополнительно никакой скрип не нужен Достаточно того, что есть Как вы видите, у меня, например, в полетном режиме Есть как раз вот выравнивание по горизонту Поддержание вот этого вот high speed off То есть максимальный типа скорости Ну и типа поддержания авторежима вот этого Ну и режим геликоптера Это для того, чтобы путешествовать Что еще, наверное, из дополнений Я бы сказал Что тут я еще делал Да, особо ничего Пару раз слетал, что-то попродавал Давайте глянем Видите, как давно не проваривал Иридиума у меня уже почти 6000 То есть каждый мой полет приносит где-то 720-725 И сегодня я бы хотел продолжить испытание Потому что за кадром я не летал на этом чудо-средстве Блин, почему вот после перезагрузки У меня все вот это включается Я думаю, что там стоит где-то автовключение Которое все это делает Но мы сейчас с вами И движки, кстати, тоже включают Я предполагаю Мы сейчас с вами просто это дело проверим При помощи присоединения-отсоединения Так, давайте паркинг И куда-то он пошел падать вниз Какого хрена, интересно Интересно, какого хрена он падал вниз Так, давайте геликоптер режим включаем Высота на ховерах, в принципе, задана Соответственно, паркинг отжимаем А, он не выключил у меня заряд батареи Точно Потому что Потому что смотрите, какая штука Если вы смотрели внимательно В Эвен-блоке Вот в этом У меня как раз-таки заряда нет Вот здесь вот в закладках нет заряда Казалось бы, это то, что надо важно делать всегда Но эта хрень не работает Потому что если мы посмотрим батареи наши Попытаемся их сюда вытащить У них нету режим заряда включить И режим заряда выключить У них есть только переключить режим Соответственно, если мы на коннектор садимся И ставим сюда переключить режим Например, у нас не было заряда На коннектор сели, стал заряд То при отсоединении он так и останется Потому что второй раз сюда же его не сделать Поэтому как раз-таки засада с коннектором В том, и с Эвен-блоком в том Что вручную приходится контролировать заряд Да, можно пойти, поставив два Эвен-блока Один будет на коннекторе, грубо говоря, вот включать А у другого есть режим Когда коннектор подходит, грубо говоря Ну, в желтенький цвет красится Когда он готов Тогда включать Но опять-таки тоже это не лучший вариант Потому что нету вкал-выкал Все, давайте тут подлетаем Сейчас вопросов не будет Да, вот мы нормально вылетели В вертолетном режиме Давайте я, наверное, перейду в режим выравнивания По горизонту, да И я хочу сегодня взлететь Ребята И сесть Ну, то есть, как бы в прошлый раз У нас с вами не было такой возможности Так, давайте-ка я повыше подымусь Вот Ховеры настраиваются по высоте точно так же Вверх-вниз При помощи пробела кнопками регулируются И кнопочкой С Что, в принципе, очень удобно Вот И что еще при посадке При посадке мне очень не понравилось Как ведут себя элероны Вот эти вот Я вот честно подумываю Нахрена они мне нужны, эти элероны Вот Сегодня хочу загрузить корабль чем-то И попробовать взлететь В таком режиме Ну, то есть, чтобы он не пустой был, как в прошлый раз А, в общем-то, чем-то полезным наполним Рудой накидаюсь Где-нибудь, наверное, миллиончик я бы взял Смотрите, 727 тонн мы сейчас весим Ну, идти по 1,9 мы можем поднять Да, то есть В три раза больше, да, по движкам Но я думаю, что если мы миллион хотя бы поднимем Уже будет хорошо По рейтам посмотрел Что сегодня выгодно копать Чтобы накопать быстрее А в магний Наверное, традиционно в магний я покопаю И скорость переработки у него вроде бы Какая-то неплохая сегодня была Где-то Или пофиг Не вижу Ну, короче, по добыче нормально магний Переработаем, если что, потом Когда будет такая необходимость Поэтому идем за магнием Берем себе в руки копалку Правильно? Так Тормаживаемся Как раз вроде как вот он у нас Так, это кобальт А вон и магний Так, поворотик А он и магний Ну и как мы начинали Фактически в ручном режиме Мы сейчас так же и покопаем с вами, ребят Давайте куда-нибудь вот на уголок я сяду Чуть-чуть-чуть давай Ну да, здесь и садимся Все, коннекти Произошел Мы сидим на лапе Давайте попробуем К кому-нибудь Какому-нибудь контейнеру подойти А не к какому, наверное, контейнеру Мы не подойдем Тут вопрос Может быть, вот этого достаточно будет Чтобы вот так Прицепиться Сейчас проверим Давайте Ну, вроде бы да Вроде бы Пошло дело Я бы попытался взять, наверное, где-нибудь миллион Если получится Полезного груза Что-нибудь типа такого Попытаться с ним взлететь Посмотреть, сколько останется водорода Так, ну-ка, кабинка Что ты мне скажешь Так То есть, вот это все мое копание А я только сотку и накопал Нормально Да, миллион я чувствую Нишу могу и не накопать Продолжаем Ну, если по результатам Испытаний Сегодня нас устроит Наш космический десант Разведывательный корабль Белка То есть, мы посчитаем для себя Что он так или иначе летает Доведем его до такого состояния Чтобы он летал Нормально Ну, в принципе В следующей, наверное, серии Я буду строить уже Большой корабль Для вылета с этой планеты Засиделись мы тут, ребята Надо, конечно, нам выдвигаться отсюда Куда-то А куда? Вот куда-куда Ну, Медево На планету, которая В основном-то и рассчитана Для того, чтобы мы там существовали Не стартовая Там, где уже можно и пострелять И пухи построить И тому подобное Так Я не знаю Лед-то у меня здесь, в принципе, наверное И не нужен Сколько мы там набрали Давайте посмотрим Так Этот контейнер Биткон 184 То есть, как бы Да Ну, то есть, мы наберем Где-то 600 тонн Где-то 600 тонн Я так понимаю Максимально возможно Будет наша Наши объемы Ну, может быть, это и нормально Может быть, это и нормально У нас же это не грузовой корабль Не факт, что, например На торговой станции мы больше потащим Ну, с другой стороны В принципе, конечно Там слитки Они меньше занимают Их влезет больше А если посмотреть Так там Силопритяжение Поменьше Вроде как 0,2 Судя по Генциклопедии Так Выглядит так, что мы Уже туда ничего не передаем Что мы битком Давайте посмотрим Так Коннектор Ну, считай, забит Давай чутка добавим Большой контейнер Забит Большой контейнер Забит Большой контейнер Вот так вот Раз Тоже забит Получается Ну, то есть Да, действительно Мы взяли Где-то там Чуть меньше 600 тонн Это все понятно Это все понятно Дайте я инструменты Наверное, возьму себе На всякий пожарный Пусть они у меня лежат Это пусть сидит в кармане Так Чуть-чуть давайте Добавим высоты Поднялся бодро Вообще без проблем И давайте я, наверное, сделаю Ё-ка Кадр В том плане, что не кадр для игры А, в смысле, запомню Наш кораблик Да, что это? Ё-ка наша Единственное, что Давайте напишем Что это белка Наверное, два Ну, и я в скобочках Напишу Не было Не было два Чтобы потом Мне удобнее было Искать Все, отлично И, ну, теперь мы можем В принципе Пропутешествовать На ней Так Куда нам удобнее лететь Да, в общем Пофиг И знаете Что я еще хочу Я еще хочу Сделать себе координаты Это координата Мне неинтересно Это мне неинтересно Это мне тоже Теперь неинтересно Торговая Старт Пусть тоже мне будет Неинтересно А будет мне интересно Центр планеты Потому что высоту Нам никак не видно Ребята Поэтому мы нажимаем Букву Э Открываем Планеты Тиал Стартовая И вот у нас есть Координатка Давайте мы ее Как бы понажимаем На нее Этого достаточно Теперь мы выходим Обратно в меню Вот у нас появляется Тиал Говорим Всегда видимое Давайте Каким-нибудь Ядрено Желтым цветом Ярким Пусть она нам светит Да Я даже по-русски Давайте его сделаю Тиал Тиал Потому что у меня Такое ощущение Что Даже вот так Напишу Центр Центр Планеты Планеты И когда я беру Координаты Из энциклопедии Они потом Почему-то пропадают У меня Может быть Вот такое переименование Будет достаточно Все Вот мы видим Центр планеты То есть Радиус планеты 60 километров Грубо говоря Чтобы понимать На какой высоте Мы можем С вами существовать Так поднимаемся Давайте на максималочку У нас стоит Выравнивание По горизонту С вами Поэтому мы сейчас Горизонтально Немножко Разгонимся Потом Перейдем В вертикалочку Еще раз Чуть-чуть Поднимемся Ну чтобы не шмякаться Так удобнее Давайте Значит Что мы делаем Мы Переключаемся В режим Горизонтального Полета Мы Отрубаем Ампинеры Они нам сейчас Будут не нужны Так Еще раз Я Пардоните Посмотрю Так Цифра 5 Круиз контроль Включить Выключить И Поддержание Оптимальной Скорости Значит Сейчас Мы что Сделаем Мы включаем Поддержание Максимальной Скорости Самой Оптимальной Да Включаем Круиз контроль После чего Он начинает Разгоняться Горизонтально Потом мы Переходим В вертикальный Подъем И потом Опять В горизонтальный Вот примерно Такие механики То есть Я никаким Газом Ничем Вообще Управлять Не буду Ребята Все Поехали Врубаем Он пошел Разгоняться Как только Скорость Будет Более Менее Приличная Я Задеру Его Наверх Гдето После Восьмидесяти Наверное Вот так Вот Раз Вот Чуть Давайте Поднимемся Плохо Ему Плохо Ему Прямо Тяжело Ему Ну так Таким Весом Ай-яй-яй Яй-яй Прямо Слушайте Прямо Реально Тяжело То ли Он Падает То Ли Я Не Пойму Давайте Еще Под разгоним вертикально горизонтально но не нормуль тормой держит все хорошо держит до высота или подачи падает высота не пойму что с высотой происходит у нас высота падает вопрос какого хрена так давайте я беру горизонтальное выравнивание вообще выравнивание уберут пытаясь его вручную поднять повыше блин как плохо как плохо они работают слушайте вот так вот давайте по чуть-чуть пусть подымает по чуть-чуть меня меня такое ощущение что они перепутываются так что по движкам у меня включена эти включены эти включены все нормально все нормально да очень медленно мы поднимаемся ему прям тяжело смотрите он идет прям с перегрузкой хотя непонятно 1 и 3 килотонны ну крылья тащу крылья тащу гор вроде бы нету давайте угол атаки повыше то есть вот я сейчас никакой скоростью ничего не управляю скоростью управляет автоматически поддержание оптимальной высоты скорости то есть это как раз вот цифра 5 которую меня так высота растет нормуль мы поднимаемся давайте я в кабину переключусь скорость подъема у нас сейчас 30 метров в секунду 31 метров в секунду нормально 32 метров в секунду то есть дотянет тяжело ему конечно но пока тьфу 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 вопросиков нет хватит ли у нас водородной мощности на такое ну вот не знаю так все в целом нормально 22 метров в секунду подъем у нас скорость держится нормально у вас там красненький какой-то чья-то антенна какой-то ничейный статик гриб не очень понятно что это ну пусть будет так так у нас высота уже и у нас центр планет нормально 62 скорость вот он разоград разгонится до 160 будет ее держать здесь ему уже нас легче тащить увидеть цифры наши мощнее становится так вот у нас сейчас скоро должны отказать одни движки турбовинтовые как только у нас плотность атмосферы будет меньше единицы тупо от них уже не будет а пока они еще работают где-то на экранах это можно посмотреть что-то какой-то режим включить может быть потом я с этим разберусь сделаю вам буду показывать здесь есть эффективность движков можно ее вывести на экраны наша с вами цель сегодня нормально взлететь груженым максимально одно относительно максимально рудой и потом также нормально приземлиться сесть на эту планету почти вылететь в космос то есть дойти до того момента где нас будет выталкивать обратно от космоса билетик то мы с собой опять не взяли он там красненький сигналь чик у кого-то чей-то респаун ровер мы пролетаем так давайте посмотрим 10 метров в секунду реальная скорость подъема потихоньку летим потихоньку летим да здесь сожалению нигде не выводится эффективность движков что поделать нам желательно подняться тысяч на 12 на 13 и оттуда уже свечкой наверх уходить давайте также по красоте попытаемся чуть-чуть повернуть в сторону ох блин как же погано работают просто отвратительно ребят я и вот ей богу я их отключу я не вижу в них необходимости по крайней мере сейчас в атмосфере они мне только все портят ну то есть как бы мне хуже с ними управлять в космосе они вообще не нужны я говорю про закрылки поэтому наверно я их буду спиливать мне такое ощущение что они то ли инвертируются то ли счетов и получается что у меня в одну сторону работают гироскопа и и в противодействии работают эти движки нафиг нафиг такое так давайте гасим мы с вами ховер они не нужны да смотрите скорость начинает падать у нас между прочим горизонтальная это значит что наверно какие-то движки уже точно не работают и поэтому давайте более более четенько выдерживаться почему-то я куда-то на бок хренюсь она потому что у меня нету горизонтального выравнивали давайте я сейчас его подключу себе чтобы у меня выровнял по горизонтику четенько заодно мы под разгонимся с вами ну и в принципе турбовинтовые то движки можно уже вырубить на такой высоте они точно уже не работают мы с вами продолжаем разгоняться периодически буду просто отрубать выравнивание по горизонту и так как планета у нас круглая нас будет задирать вверх из-за этого носом вы будут включать выключать его периодически это как только скорость будет начинать падать чтобы максимально не трогать так сказать управление не тангажем не рысканим не газом все все сейчас происходит ребята чисто на автоматике скорость подъема выравнивание все 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 всем этим управляет кокпит которым это автоматика встроена здесь вроде как есть даже автоматическое поддержание правильного угла взлета но я пока с этим не разобрался вот скорость начинает падать и в этот момент я тогда включаю выравниваем по горизонтали чуть-чуть чтобы он просто мог разогнаться опять поддерживать максимальную скорость нас интересует не только скорость горизонта но еще и как бы подъем мы вверх подымались потому что высота 9000 который мы видим возле перекрестия на самом деле не такая на самом деле надо смотреть на приборную панель и сейчас 9 с небольшим это правильная высота так опять скорость начинает падать еще чуть-чуть под выравниваемся давайте чтобы не повторять ошибку проверим танки они должны быть не в режиме стойки пай все причем должны быть не в режиме стойки пай и это правильно так здесь давайте чуть-чуть еще выравниваемся потихоньку помаленьку скорость растет высота растет значит все нормально у нас мы двигаемся в нужном направлении давайте чуть-чуть хочу прямо под этими кольцами взлетать мне понравилось это в прошлый раз делать это клево это красиво еще раз чуть-чуть выравниваемся прошлый раз нам удачно удалось взлететь и считаем удачно сесть конечно да там были тысячи связанные с сервером но тем не менее все прошло гладенько в этот раз мы летим битком набиты магниевой рудой везем что-то порядка 600 к немного но ребята это корабль на малой сетке это считай больше разведчик конечно чем такое транспортное средство для перевозки чего то серьезного да плотность уже атмосферы 0 7 7 но движки пока эти работают и у нас уже 260 максимальная скорость мы сейчас будем пытаться держать и и разгоняться так сказать до этой скорости указались у нас планеты нашей солнечной системы красиво конечно чего не говори давайте посмотрим на них вот с такого ракурса лепута вот она вся наша система показалась видны сейчас все планеты вот на то что с него я так поменял вот на то что снизу нам придется лететь с вами да 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 вот снизу принципе выглядит очень неплохо да действительно мы сможем с нашей точки где мы находимся наша база спокойно разогнаться спокойно подняться на нужную высоту но и уже до в нужном месте Просто шмальнуть наверх Свечкой Красота же Красота От центра планеты мы с вами уже На 70 считай 2 километра Отлетели Отсюда реально видна вся система Наверное не все спутники видны Из этой точки Но большинство точно видно Почти 13 тысяч наша высота Но это высота Не по тому индикатору По которому надо Но мы по прежнему продолжаем подниматься И поддерживать Необходимую нам скорость Я не помню на какой высоте Ребята пропадает Индикатор А он на какой то высоте Точно пропадает Пока у нас все идет гладенько 13 тысяч мы по тому индикатору Еще 500 метров нам надо добрать здесь Доберем Вообще не вопрос ребята Доберем Опять таки скорость И высота Вот две вещи которые нас сейчас интересуют Максимально возможные 260 Оптимальные без лишнего сжигания Ну и плюс Выше 13 тысяч Для нормального взлета Чтобы не тратить лишний керосим Еще раз Мы не используем скрипт Какой то в программ блоке Для того чтобы регулировать тягу Все Всю тягу регулирует сейчас Кукпит У него есть эти режимы Мы как раз в этом режиме И сидим Посмотрите у меня включены Пятая и шестая кнопка Давайте я вам даже Свечу как они называются Это круиз контроль Пятая кнопка И поддержание оптимальной скорости Собственно на них мы и летим Ребята И периодически я включаю Выравнивание по горизонту На короткое время Чтобы выровняться более менее Все Мы достигли 13 тысяч Мы продолжаем повышаться Давайте полетаем И потащим Посмотрим какую высоту мы можем взять У нас уже почти плотность 0.5 Воздуха Но мы пока можем И лететь вверх И поддерживать скорость Ну 156 не 160 Но тем не менее Пока все нормально Интересно какую вообще Высоту мы можем набрать Вот 13200 уже наша высота Скорость немножечко падает Ничего Сейчас мы ее подкорректируем Что-то прям Как молния сверкнула 13300 13300 Плотность атмосферы 0.52 Честно скажу Взлетать стало Благодаря этим скриптам Намного проще Чем это было На предыдущих неболах Там это все надо было делать ручками И это конечно Ну не было доступно Большинству игроков Только таким матерым Выживальщикам Я бы сказал Путешественникам И инженерам Сейчас это все Дети могут делать Ну вот реально Ничего военного Как говорится Я думаю что если я спилю Элероны Будет еще проще Управлять всем этим Потому что мне кажется Элероны это зло Может быть они Для программирования Более менее адекватны Но в части полета Они мне сейчас мешают О все У нас смотрите Пропал ребята Уровень высоты И пропало Расстояние от планеты Давайте я тогда Выравниваюсь по горизонту Включаю выравнивание Сейчас мы наберем скорость Я очень надеюсь Что мы ее наберем Давайте посмотрим Так 0.50 Высота Плотность атмосферы Высота центра 70 И потихоньку падает Ну что давайте взлетать Значит я сейчас нажму кнопочку 3 Выравнивание в небо И кнопочку 2 Это запуск двигателя Или в обратном порядке Все Мы пошли взлетать Свечкой прямо вверх Скорость наша собака Сначала чуть-чуть Подупала Но теперь пошла Нормально набираться То есть мы понимаем Что движки тянут Движки тянут И мы видим Что водород у меня 2,3 килотонны Поднимет То есть Очень мощные двигатели И очень неплохо Нас вытаскивают Переходим Вот в этот режимчик Чтобы видеть Высоту От центра планеты Как нибудь Под каким нибудь Давайте вот Айяйяй Что там было Под каким нибудь Таким углом Вы видите Что тяга Движков падает Это Опять таки Автомат Регулирует тягу Чтобы не было Пережигания топлива Оно уменьшает Ну соответственно Давайте Атмосферные движки Я выключу Потому что Сейчас они мне Больше не нужны Плотность атмосферы У нас уже По нулям Все равно 90 наша высота Мы продолжаем Наше путешествие Куда-то туда Где нас Оттолкнет В обратную сторону Планета Притянет Так сказать Космос Оттолкнет Обратно А планета Притянет Нас домой Отходим К соточке От центра планеты Потратили мы Уже практически Половину Керосина Я думаю Что если Взлетать На такой Штуке С планеты Можно просто Керосин Подкопать Ему с собой Тогда точно Запаса Хватит Очень Намного Ну опять Какая у него цель Если разведчик То стопудово Керосина Подкопали И полетели На взлет Хватит И на маневры В космосе И на посадку И на все Что хочешь 112 километров От центра планеты Мы продолжаем Наше Путешествие Перпендикулярно Вектору планеты Ну не вектору Вектору притяжения Планеты 0.40 У нас Притяжение Уже Мы довольно Далеко Отлетели У нас все Вот нас Оттолкнуло Ребята Ю Дон Хаве Департюри Пас Нам пишут Давайте я выключаю Движок Он нам сейчас Больше не нужен Я выравниваюсь По горизонту Ну и мы Спокойно Совершенно Спокойно Будем падать Теперь вниз Куда-нибудь К стартовой Нашей базе Давайте Как красиво Мы Смотрите Мы проходим Через кольца Где вот такую Красоту еще Увидите Ну реально Красота Ребята Я даже Фары Включу Я с фарами Не очень Но блин Красота Прямо Нащелкаю Фоточек Себе Красивых Фары Убираем Потому что Не нужны Ну и Потихоньку Падаем Я думаю Что наверное Мы Куда-нибудь В ту сторону Захотим Полететь Скорость падения Видите Какая офигенная 600 метров В секунду Падаем Как кирпич Давайте Я включу Вот эти Атмосферники А и вот эти Тоже включу Нам надо Немножечко Будет Вперед Подтолкнуть Машину Это можно Будет Сделать При помощи Например Наклона Ну и Как вы видите Скорость Вообще Уже Замедливаясь Падение Очень сильно То есть Крылья У нас Достаточно Большую Площадь Имеют Да Напомню Что крыльев Здесь Много Видите Их Пять штук На самом Деле С каждой Стороны И у них Площадь Хорошая Поддерживают Они нас Очень Хорошо Куда-то В ту степь Полетим Высота У нас По-прежнему Все еще Не появилась Поддержание Оптимальной Скорости Нам сейчас Не интересно Мы его Убираем Иначе Он нам Включит Движки И будет Нас разгонять Вперед А нам Это зачем Правильно Нам это Не нужно Больше Поэтому Мы пока Падаем Просто Вниз Как кирпич Когда Нас Начнут Крылья Подхватывать Вообще Что-то Пока Непонятно Вообще Должны Бы уже 69 Киометров Вот То есть Воздух Уже Хорошая Пойди Вектор Вперед Наверное Что-то Как-то Странно Так Выравниваем Убираем Выравнивание По-горизонту Ай-ей-ей Ни-ти-ти-ти-ти-то Включу Косячу Косячу Все Пошла Высота Нормур Давайте Мы Выравниваем скорость вниз меняем ее на скорость к горизонту включая ховеры на всякие пожарные запас по мощности у нас большой мы все мы в принципе принципе более-менее теперь с вами летим блин как же погано работает эта хрень ребята как вы знали я точно спим их прямо видно что они борются друг с другом ну и все мы практически вышли в горизонтальный полет у нас есть небольшая небольшое снижение которое нас принципе устраивает она контролируемая давайте мы подправим на и на вкус немножечко вот туда ну и совершаем такой круг подсчета вокруг планеты наверно потихонечку помаленечку не будут делать крен влево-вправо у меня на хвосте есть крылья которые потихоньку скорректируют на наш вектор полета нужную сторону хочу облетаем планету давайте потихоньку когда уже были бы подлетим либо будем уже снижаться в там они либо что-то произойдет как у нас это бывает я уже вернусь так сказать обратно в эфир потому что смотреть в записи как мы тупо летим по горизонту мы такую себе как же он погано все это делает ёкарный баба я спилю их нахрен мне проще вот так вот нажать они то выравнивание по горизонту и просто двигаться наша хрень полная хрень полная эти элероны нахрен они не нужны они глючные я понимаю сейчас будет хейт что это не глюк это и не бака фича что надо заходить в настройки каждый раз там что-то менять в топку вот реально в пекло такие элероны каждый раз в которой надо что-то менять ничего летали мы раньше на небу ли без элеронов и сейчас будем летать без элерона если какая-то технология настолько сырая что вы и вы ее затаскиваете в игру не надо этого делать ребята ну не надо но вы портите впечатление о сервере потому что человек вот так вот два-три раза разобьется из-за этого скажет в топку ваш сервер уберите эти элероны или доделайте нормально так чтобы не было этого глюка не позорьтесь потому что это реально позор сервера либо уберите их предупредите за три дня что все элероны будут убраны и выключите их все вычистите это просто позор они элероны и можете написать в комментах что савера подрывает технология которая должна была работать хорошо и сделать прям полеты сказкой делает их сейчас прям узком сами знаете чего короче садимся спиливаем их выгружаемся и пустой я попытаюсь наверно сделать этот же полет еще раз но уже без элеронов мы посмотрим насколько это станет хуже или лучше так друзья остается чуть меньше двадцати километров и давайте нам надо потихоньку задумываться посадочке вроде как улетим мы даст довольно высоко поэтому я блин как же погано это все управляется я предлагаю опуститься пониже проверим что холеры у нас включены максимум стоит высота тормозить давайте наверно пока раху на но мы к этому будем готовы давайте я 4 тормозные движки тоже включу дампинеры отключены поэтому тормозить сейчас не буду я думаю что наверно можно еще чуть пониже лететь где-нибудь до 1000 а может быть и еще пониже насколько я помню там уже дальше никаких особых гор быть не должно вот так вот тихонечко мы с вами облетели всю планету полностью взлетели в одну сторону приземляемся с другой стороны времени много это не заняло ну и планета в общем-то стартовая не такая большая как медевил медевил напомню еще больше планета и там место должно хватить на всех так 12 километров уже неплохо давайте наверно я выпускаю закрылки посмотрим как они у нас будут работать в принципе работают можно врубить выравнивание по горизонту наверно а нам надо пониже все-таки спуститься давайте где-нибудь метров 200 300 земли врубим выравнивание по горизонту что расстояние уже небольшое мы практически уже долетели можно сказать главное теперь сесть и не расшибиться при этом давайте я включу дампинеры посмотрим как они тормозят да особо никак особо она у нас и не тревожит так высота 700 метров шестьсот метров вот вы где-то наверное 400 я включу выравнивание по горизонту мы уже потихонечку будем долетать или даже на 300 попробуем включить надеюсь мы не разобьемся будет показалось у нас все давайте пытаемся выравниваться по горизонту так мы снижаемся хорошо у нас еще есть режим геликоптера и 75 метров подхватит рука как оттормаживаемся 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 отлично 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 давай 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 я в тебя верю мы все-таки шмякнулись мы все-таки шмякнулись интересно что-то мы потеряли визуально я не вижу чтобы мы что-то потеряли ребята не очень понятно чем шмякнулись и почему потому что скорость у нас была низкая потерь я не вижу Ямка небольшая Ну что, давайте долетаем Врубаю, наверное, я опять-таки выравниваю по горизонту Цифру 4 И давайте чуть-чуть Поддадим скорости Где-нибудь двадцатку Тридцаточку И продолжим лететь Я считаю, посадка Ну, худо-бедно, но сделана Непонятно, почему я шмякнулся Чем шмякнулся Может быть, надо было вытащить еще немножечко Вперед скорости Чтобы более мягко это произошло Но сели Не убились Что радует Я до этого не говорил, но скажу сейчас У меня все движки работают В режиме реальной тяги То есть, жрут Сильно больше, но сильно больше И выдают Благодаря этому Мы, собственно, нормально летим Для того, чтобы у вас это происходило Вам нужно, естественно, абсолютно нормально Включиться отображение центра масс И по нему Очень равномерно и правильно Расставлять движки Иначе в этом режиме Вас начнет куда-то закидывать Заворачивать И тому подобное Тормозим мы, ну, так себе Прямо скажем Да, но у нас для торможения В принципе, на планете Есть вертолетный режим Который, в принципе, если что Нормально нас оттормозит Прилетаем Садимся на коннектор Немножечко отдыхаем Потом спиливаем Закрылки Они же элероны Они же воздушные рули И пробуем все то же самое Ну, наверное, уже без груза Потому что с грузом мы видели Да, оно работает И нормально Я не уверен Что они дают Какую-то дополнительную Подъемную силу Если что Мы можем Заменить их крылышками Ну, и вообще Место для крыльев Полно Схватает И, в принципе Можно и крыльев То еще поставить Не вижу в этом Никаких проблем Здравствуй, родная база Кто-то вроде бы Вот не сюда Да Но это не точно Да, похоже туда Давайте Режим вертолета Чтобы оттормозиться Есть Вот это туда Прицеливаемся И погнали Потихонечку Можно было Опять включить Горизонтальный режим И по нему Уже более удобно Доходить Ну, не лень Сейчас сядем На коннектор В очередной раз Проверим Как сработают Наши скрипты Которые В event блоках У нас находятся Что Встанет у нас Автоматически Заправка Здравствуй, сейвзона Напомню Сейчас мы с вами двигаемся Практически исключительно на ховерах А, движки можно выключить Они нам Не особо-то и нужны Сейчас нас только ховеры Поддерживают Ну и собственно И двигают только ховеры Давай, давай, коннектор Встанавливается, конечно, обратно Из-за движков практически мгновенно Видите Так Теперь опускаемся пониже Потихонечку 711 тонн Почему-то он пишет Наша загрузка Не знаю, откуда эти цифры берет Мне казалось, там должно быть 600 Так Давайте-ка Выравнивание по горизонту И сдадим назад Движками Вот этими Ну Смогут они меня вообще подвинуть 0,1 0,1 Да вообще капец Считай, мы не двигаемся То есть это настолько Что-то медленное О, есть контакт Так Ну и врубаем паркинг Все, у нас все Лишнее подрубалось Давайте пробежимся Посмотрим Да-да-да-да-да Закрылись у нас Закрылки Вот эти вот Ненужные нам нафиг Ну и давайте зарядку Смотрите, мы потратили всего там 10% энергии То есть как бы Очень эффективно она Летает, ребята Очень прям эффективно Ну и давайте я, наверное Перетащу сейчас все Все куда-нибудь сюда Груз доставлен, да? Лед мне на этом корабле не нужен Потому что он не умеет сам вырабатывать Кислород, водород Ну только из баков Меня кормит Паки как раз сейчас у нас И заправились Так Посмотрим, что там у нас происходит Давайте Магни, магни, три ляма Все заправлено Все прям хорошо Давайте пока мы здесь Что там по магнию? Магни очень плохо перерабатывается Ну и черт с ним Давайте проголосуем за сервер Я напомню, что эта штука Нужная и полезная Потому что она даст вам Два часа переработки И поэтому не надо это игнорировать Пользуйтесь этим Обязательно Проголосовали Теперь даем команду Ревард Чтобы нам дали награду И вот она наша награда Вот она Давайте закинем ее Это нам за 21 час Рефайналки у меня все включены Давайте я их пока на переработку поставлю Пусть потратится немножечко Того, что там накоплено Потому что уже не копится А это неправильно Все, ребятчики Давайте небольшой перерывчик Сейчас какое-то количество перерабатывается А потом мы продолжим с вами Это приключение со спиливанием И с полетом в следующий Так сказать, раз Субтитры создавал DimaTorzok